Добрый вечер, дорогие друзья. В программе Охота на Герчика сегодня интересный гость. Роман Беседовский, опционный трейдер. Рома, здравствуй. Добрый день. Пишите, звоните, задавайте нам вопросы, будем отвечать. Последнее время очень модная тема у нас опять опционы. За почти один месяц разницы. Ты у нас второй опционный трейдер, который приходит. Сейчас как бы очень модно. Это опционы, ну и люди спрашивают очень часто, потому что на самом деле разогнать депозит в 30 тысяч рублей до миллиона очень тяжело. Обыкновенный, РТСовский. Но, например, разогнать опционы в 30 тысяч депозит гораздо легче. Ну, конечно, и риски, такие же можно, чтобы закончиться. Ну, что касается разгона депозитов, я считаю, что хорошая стратегия это торговать не с низким риском на большой депозит. К примеру, 9 десятых от большого депозита положить на реальный депозит в банк. А, к примеру, там 1 десятую депозита использовать для очень рискованных операций. Спокулятивных. Да, потому что если мы торгуем с низким риском на большой депозит, то у нас реинвестирование практически не работает. А если мы большой риск запускаем на маленькую часть от депозита, то реинвестирование включается на полную программу. Вот, и за счет этого можно больше заработать. Ты, насколько я читал о тебе, ты закончил МГУ. Да. По какой специальности? Вычислительная математика и кибернетика. Ну, то есть, по сути дела, опционы должны быть с твоей стезей, то есть математические вычисления. Ну, на самом деле, опционами я решил заняться по простой причине, потому что, как бы, алго-стратегии начали, их начало сильно пилить на текущем рынке. А, то есть, ты начинал с того, что там энное количество лет ты пришел на рынок в каком году? А, я пришел на рынок в 2007 году. Ну, тогда я как-то пытался уйти от программирования, в итоге не получилось. Все равно оно тебя нашло. Да, в итоге пришлось и программирование, и математику использовать, которые меня учили в институте. Сначала я пытался использовать теханализ. Ну, на самом деле, первое время я вообще на графике ничего не видел. То есть, мне казалось, что я видел, принимал какие-то решения. Ну, основное, что я усвоил с первого момента, у меня просто довольно хорошо дается, когда я читаю, что у умных людей что-то получается, у меня не возникает желания проверить, если наоборот сделать не получится ли лучше. И первое, что я прочитал, про риск менеджмент, поэтому в 2008 году мне удалось потерять меньше 30%, в то время, как я видел более печальные истории намного. Да, до 80% люди теряли по портфелю. Вот, и мне просто еще, я тогда сидел рядом с трейдерами, с миддл офисом, вот, и очень любопытно было слышать крики формата «Крой их всех нахрен», потому что с рисками уже не справлялись люди. То есть, надо было всех закрыть и все, чтобы брокер уже не понес свои риски. То есть, ты понял, что кроем всех не случилось, ты решил лучше сам покрыть себя? Да, да, ну, я тогда как бы не очень, во-первых, это были акции, это был не форц, поэтому плечей не было, и, ну, без плечей довольно тяжело потерять большой кусок депозита, даже если очень хотеть. Да, даже если ты будешь терять 2% в день, и это надо вообще просто каждый день быть в минусе постоянном, чтобы потерять деньги, каждый день. Ну да, в принципе, всегда можно потом сделать обратную стратегию и заработать, если получается стабильно терять. То есть, в основном, я считаю, что люди разоряются на рынке не по причине, что они там плохо прогнозируют или плохо угадывают, просто в какой-то момент у них появляется желание отыграться одним разом, они запускают на полную катушку депозит. На все. И все, и там одна сделка неудачная. На все и все. Да. Как ты перешел к опциону? Вот ты сказал, алгоритмическая стратегия, например, алгоритмы начали пилить. Да, да. Ну, вообще, я сейчас замечаю такая ситуация на рынке, что многие алготрейдеры начали довольно серьезно жаловаться на текущую ситуацию. То есть, есть некоторые простые стратегии, которые очень успешно работали на протяжении 4-5 лет подряд. Ну, делали хорошие проценты, при просадках 30-40% могли зарабатывать 200-250 годовых. Пять, я думал. Да, вот. А где-то после сентября 2012 года что-то сломалось. Ну, на мой взгляд, лично с рынка, во-первых, ушло довольно много денег, которые, ну, так скажем, крупные глупые деньги. Ну, Телезова несколько фондов даже сократили свое присутствие в России очень сильно. Очень сильно. Да, да, да. То есть, я просто по своему опыту работаю управляющим, примерно знаю, как принимаются решения, когда там фонд входит, к примеру. То есть, там какой-нибудь рейтинг повысили или просто дали отмашку, и они, не глядя, просто покупают. Да, то есть, они там не думают поймать дно или еще что-то, они просто тарят и все. И такие деньги, это, в принципе, очень хорошие деньги для алгостратегии. Она наживается на них. Да, 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 конечно. То есть, одно из преимуществ алготрейдеров, ну, вот, мое, в том числе, на мой взгляд, самое большое преимущество, это то, что мой размер по сравнению с размером любого фонда, это просто капля в море. Капля в море, да. И, ну, я как бы не лелею надеждой, что я могу обыграть команду сильных управляющих на их поле. Вот, то есть, если бы у меня был бы такой же капитал, наверное, я бы не смог соревноваться, не наняв такой же толпы программистов, математиков там и так далее. Ну, там, просто когда алгостратегии начинаешь программировать, очень быстро понимаешь, как сильно влияет проскальзывание на результат. Потому что, знаешь, очень часто в последнее время, особенно там на смарт-лабе, на котором ты выступаешь, пишешь, читал тебя, у людей, знаешь, вот это есть, надо побольше мяса на рынке, все остальное. Люди понимают, что, не понимают одну вещь, что просто за счет физиков, просто за счет физиков на этом рынке как бы не выйдешь. И вот это самая большая проблема на этом рынке, это не то, что нужно больше мяса, а нужно то, чтобы приходили совсем другого класса игроки, которые именно приносят большие деньги, от которых мы отщипываем. То есть, если задать тебе прямой вопрос, как ты думаешь, больше денег трейдер зарабатывает на том, что он отбирает деньги у других трейдеров, или больше денег он зарабатывает на том, что он просто отщипывает маленькие кусочки от большого пирога? Ну, большой пирог же тоже кому-то принадлежит. Нет, мы говорим, большой пирог это фонд, который заходит с крупной суммой денег. Я считаю, конечно, от большого пирога, то есть, если таких пирогов на рынке нет, на мой взгляд, надо искать другой рынок. Я просто людям объясняю, понимаешь, когда они говорят, что надо загнать больше мяса на рынок, образно таких, как ты и я, и там, и другую молодежь, и от этого станет лучше. Разгон, например, РТС со 144, к примеру, до 146, физики не сделают. Физики могут помочь сделать пробой вверх-вниз, которые стоят поставить стопы, но разгонять они просто не смогут, у них просто не хватит объемов. Вот сейчас получается такая интересная ситуация, что по ощущениям на рынке остались высокочастотники и алго-трейдеры, которые пытаются друг у друга что-то отобрать. А те сейчас высокочастотники отдыхают тоже. Вот, и эти алго-трейдеры, они, по сути, создают небольшой импульс, то есть на рынке появляется хвост, после чего рынок, так как больше некому покупать, он едет обратно и выносит по стопам. Там, возможно, уже заходят те же самые алго-трейдеры в другую сторону, и так как опять нету большого пирога, который все это двинул бы, все это едет обратно, и в итоге получается такое очень жесткое пиление. То есть тебя бы немножко образно попилило, и ты решил, что надо валить? Ну, надо просто искать какие-то альтернативы, то есть, к примеру, там какие-то другие инструменты, кроме фьючерс и РТС. Например, а ты видел вообще, ты видел, что вообще происходит? Дело в том, что даже на Газпроме, Лукойл, да, просто по фьючерсам никакие. Там просто никого нет. Просто смешно вообще, объемы просто никакие, вообще на самом деле смешно. Ну, есть вариант, к примеру, там фьючерса на доллар, но просто во фьючерсе на доллар, как и вообще в валютных фьючерсах, есть такой хороший момент, когда рынок одного игрока, то есть, если Центробанк решил что-то делать, то у него просто немножко другие цели, он не ставит своей целью заработать на фьючерсе денег. Естественно. У него просто есть цель там поднять доллар или опустить доллар. Плюс хеджирование. Да-да-да, и поэтому он просто толкает рынок в одном направлении, и очень удобно поэтому торговать по тренду на валюте, когда Центробанк решил что-то сделать. То есть ты считаешь, что все-таки на рынке присутствуют эти большие мальчики, которые двигают рынок туда-сюда? Мы не будем там называть кукловоды или там такие красивые выражения. На самом деле, я считаю, что просто в каких-то инструментах этих больших мальчиков несколько. Например? Ну, к примеру, фьючерс РТС. Там больше, чем несколько. Да, и поэтому рынок становится менее понятен, когда они тем более там не договариваются. Тем более сейчас нет направленных игроков вообще. Да, и вот мне кажется, я так, насколько я знаю, вы же в свое время обучали игре на американских акциях, где каждым стаканом управляет специалист. Один. Вот, да, и когда один человек, его действия, в принципе... Ты абсолютно верный, мы сказал, да, одного легче понимать. Да, а когда там они уже бодаются между собой, там уже шума больше намного, и заработки уходят. Дорогие друзья, у нас в гостях очень интересный гость. Роман Беседовский. Это опционный трейдер. Мы попробуем сейчас в следующей 15 минутке выпадать Граль у Ромы. Ну, или что-то похожее. А сейчас перерыв на новости. Еще раз, дорогие друзья, добрый вечер. Финам.фм. Охота на Герчика. Александр Герчика. И очень молодой, но очень перспективный гость. Роман Беседовский. Роман, здравствуй еще раз. Добрый день. Спасибо тебе огромное, что пришел. А видишь, у нас даже тема пока в опционы не ударилась, но ты рассказал очень интересные вещи там с твоей стороны. То есть ты увидел, что что-то происходит с алгоритмами непонятные, и ты решил поменять вектор. Ну, конечно. То есть опционы первое, чем привлекают, то, что можно... Идея продажи страховки. Вот, что можно продавать опционы, и временная составляющая капает. Ну, она, к сожалению, не всегда в твою сторону. Ну, есть определенные моменты, но я просто склоняюсь сейчас все больше к тому, что на рынке хорошо работает, когда есть портфель стратегий, и чем их больше, тем лучше. Я с тобой согласен. Чем ты более диверсифицирован, тем спокойнее. Да, причем не только по инструментам, но и по типам торговли. Как бы вот недавно вышла книжка Швагера на английском языке. Новая. И я заметил, что все новые маги рынка, их основное отличие, что практически у всех ушли вот простые трендовые стратегии. Мультистратегии. Тяжелые. Да, да, да. То есть там они смотрят корреляции, они, многие смотрят на фундаментал. Хотя, знаешь, я тебе расскажу такую интересную вещь. Я тоже недавно смотрел список самых крутых хедж-фондов. Как раз в прошлый год заработали либо лонг-шорт, equity, просто equity, либо дестресс, то есть те, которые скупали долговые бумаги, еще предыдущие старые. Ну, там, да, такая была идея хорошая, кто скупил там греческие облигации. Кто имел доступ к этому, но это риск, конечно, колоссальный. Ну, на рынке еще есть такая очень интересная штука, что может быть фонд или человек, которому тупо просто три года может вести. Три года, конечно, когда у тебя фонды крупные, тяжело, чтобы повезло. Ну, к примеру, если рынок бычий, и просто те менеджеры, которые соблюдают риск-менеджмент и заходят не на все, они визуально на вот этом отрезке трехлетним будут выглядеть хуже, чем те, которые просто купили и как бы не парились по поводу рисков. И визуально это создает, как бы, ну, все, что просят. Покажите statement, покажите доходность. А людям в голову не приходит, что человек может, ну, просто на все купил акции, и три года рынок рос. Вот. И он, как бы, сам человек, это может, в принципе, не догадываться, что у него, возможно, какие-то там проблемы. То есть он, часто многие относят это к своему собственному умению торговать на рынке. А так, значит, пошел ты в опционы? Так как математику ты знаешь, я думаю, что одолеть тебе, в принципе, их было не очень тяжело. Ну, как бы, там, в принципе, есть определенные дебри. Как бы, я вот до сих пор сомневаюсь, стоит ли в них лезть. Потому что многие там пытаются начинать изобретать там свои формулы, Блэка Шоуза и так далее. Я, как бы, пока в сомнениях. Потому что, ну, это сродни там написанию кандидатской диссертации и докторской. И не факт, что такой труд, он реально даст выхлоп. А ты считаешь, на самом деле, я тут с тобой тоже соглашусь, что усиленное количество знаний, оно не обязательно принесет пользу, оно может очень сильно навредить. То есть ты просто берешь обыкновенные старинные методы, да, и работаешь по ним. Да, то есть, к примеру, как бы, многие, они опираются на такое предположение, что можно подогнать распределение цен на рынке под какое-то модельное распределение. Ну, там, берут там лог нормальное распределение, добавляют к нему толстые хвосты, ну, повышают вероятность вот этих резких движений неожиданных. И потом по этому распределению у них остается одна неизвестная, это волатильность. То есть, если волатильность высокая, то получается возможный разброс цен на рынке высокий. Вот, и, соответственно, пытаются прогнозировать эту волатильность. Вот я читал, мне очень понравилось за 11 марта, а у тебя было написано, вот я сейчас процитирую, обороты сегодня в районе среднего значения, столь только отметить необычно высокий оборот в опционах колл на лукоил в ближайших страйках, судя по дневной свече на лукоил, до 14 марта вряд ли мы видим эту бумагу сильно выше 2050 рублей. Да. Ну, там был сугубо пин-бар очень жесткий, с очень жестким выносом наверх. Самое интересное, что если бы ты посмотрел на именно фьючерсы, не сам имитент, а фьючерсы, то мы этим хаем уперлись ровно в предыдущий хай, который был декабрьский. Практически один в один по фьючам, что показывал. И мне очень понравилось как бы твое рассуждение, а что ты, как ты рассуждал в этой ситуации? Ну, я рассуждаю как, что обычно, как бы вот человек, который приходит на рынок недавно, ему страшно продавать опционы, которые близкие. То есть, ну, там лукоил вроде так несся вверх и продать те же самые колы на страйке там 20-50, ну, вроде кажется очень рискованно, потому что там, а вдруг он дальше полетит. Вот, а как ни странно, профессионалы, они обычно продают именно опционы там, которые вот прямо на деньгах. Подобная ситуация просто недавно наблюдалась в феврале, когда Сбер вылетал выше 110. До 113 пошел. Да, 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 вот в тот момент появился очень высокий открытый интерес в 110-х колах Сбера. Ну, и можно было предположить, что... Скорее всего, кто-то продает, а не покупает. Да, 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 потому что... Ну, нам всегда интересна позиция игрока, который несет больший риск. Потому что тот, кто купил, ну, потерял деньги, которые вложил, и, в принципе, на этом ограничились. А вот позиция того человека, который продает страховку, она совсем другая. Ну, понятно, он рискует. Да, это так же вот, как там люди, которые, к примеру, занимаются покупкой облигаций под заемные деньги в Америке, российских. Если они за 3-4% сражаются, и вдруг, не дай бог, какой-нибудь там риск того, что с рублем что-то будет, они рванут все очень быстро. Вот. Кстати, пока такого не наблюдается. То есть по облигациям пока все хорошо. И в опционах такая же штука, что если вдруг такой оборот выскочил по Лукоилу, то, скорее всего, до 14-го числа, как минимум, Лукоилу не пустят выше 20-50. Нет, там модель очень-очень жесткая. Там просто вынесли вообще всех, кого можно. Да, я на акциях тоже ради интереса глянул, там такой хвост вверх, и потом все это ушло обратно. И самое интересное, что фьючерсы как раз уперлись в уровень. А если акции были пробиты, то фьючерсы не смогли пробить. Ну, не сделали перехай по-простому. А обычно фьючерсами кто-то и прикрывается. Ну, конечно, да. Ну, вот мне, опять же, очень нравятся твои суждения, поэтому расскажи именно опционы, что ты делаешь. Это более стратегические, более направленные, продажа. Ну, на текущий момент я просто пробую с помощью опционов сделать диверсификацию к своим алго-стратегиям, которые пытаются брать какие-то тренды. То есть, по сути, когда человек продает опционы, у него должна быть какая-то стратегия управления этой позицией, то есть дельта-хеджирование. Если рынок, к примеру, там сдвигается на какое-то величину неприятную для продавца опционов, ему, соответственно, надо что-то с этим делать. Вот. И как вариант стратегии дельта-хеджирования может выступать алго-стратегия, которая, к примеру, берет тренды. И получается, что продавая опционы и торгуя там алго-стратегию трендовую, получится, что кривая equity просто станет более гладкой, более приятной для трейдера. То есть, цель, она основная именно в этом заключается, чтобы сделать кривую доходность более гладкой, потому что, ну, я считаю, что чем кривая доходность более гладкая, тем, в принципе, больше можно риск, к примеру, увеличить. Вот. И больше на этом заработать. И, как бы, это один из основных показателей, на которые я смотрю. Потому что доходность сама по себе, она ни о чем может не говорить. А ты вот написал интересную одну штучку. Этот опционный месяц уже не станет рекордно узким по волатильности, однако размах в 10 тысяч пунктов все равно является очень небольшим по сравнению со всеми предыдущими годами. Рынку явно нужна свежая кровь, причем, неважно, будут происходить обвалы или эйфории, есть тенденция по снижению волатильности продолжится, то можно смело шортить недавно появившийся тикер на московскую биржу. Ну, я очень удивился, когда узнал, что наша биржа, она большей части зарабатывает деньги не на комиссии, а на том, что инвестирует, по сути, в депозиты деньги клиентов. Технологически. Да, да, да. Ну, идея-то, конечно, хорошая, в принципе, каждый зарабатывает как может. Но просто сейчас, как бы, на РТСе, на фьючерсе исторически не было опционных месяцев, ну, с 15 по 15, у которых там размах там был меньше 10 тысяч пунктов. И, как бы, сначала появился с декабря по январь, но там можно, в принципе, сделать скидку на Рождество. Да, Новый год, после Нового года только отошли, да. Вот, но когда с января по февраль месяц нарисовали еще уже, там вообще было, по-моему, 8 тысяч пунктов в сумме. И текущий месяц тоже назвать каким-то там рекордсменом по волатильности. Ну, сейчас есть новый рекордсмен, это квартал. То есть за квартал мы меньше 20 тысяч пунктов от минимума до максимума прошли. То есть, в принципе, сейчас происходит то, чего, как бы, никогда не было. Я когда тестировал алго-стратегии, к примеру, туда закладывается волатильность в качестве параметра. И я заметил, что вот текущая волатильность, ну, я прогонял, старался как можно больше период брать. Текущая волатильность, она вот уникальна. То есть в 2012-2013 году до этого просто такого никогда не было. Ты знаешь, я в последнее время общался с ребятами, как ни странно, кто как раз алго-стратегии. И ты будешь очень удивлен, что практически все в последнее время, кто делает стратегии, они уже очень далеко на историю не смотрят. Никакого смысла нету пока. Есть тоже такая интересная идея, что, к примеру, вот как в опционах там пытаться спрогнозировать какое-то неожиданное движение. Когда на рынке сейчас просто за счет того, что рынок, он в принципе цикличен, но за счет большого количества стратегий сейчас получается, что очень быстро какие-то стратегии набирают обороты и потом также начинают быстро терять. И получается, что есть такая задача попытаться предугадать новые, так скажем, новые веяния. Ну, на самом деле просто есть устойчивые стратегии, которые работают на многих рынках, на многих инструментах, но, к сожалению, они там не супердоходные. И, к примеру, для них там просадки в год это нормально. Ну, какому там инвестору может понравиться просадка в год его депозита, там ему можно объяснять, не объяснять, он просто скажет, нет, такой бизнес. Извини, не подходит. Об этом как раз мы поговорим в следующие 15 минутки, дорогие друзья. У нас в гостях очень интересный гость Роман Беседовский, не по годам умен. В следующие 15 минутки порасспрашиваем больше вопросов, а сейчас перерыв на новости. Еще раз добрый вечер, Роман Беседовский у меня в гостях, говорим о рынке и опционах. Ром, здравствуй еще раз. Еще раз добрый день. Вот еще одна, очень интересный обзор был за 4 марта. Рынок прошел сегодня 150 тысяч, это как раз мы когда первый раз пробили 150 тысяч. Но, почему-то крупный игрок, продавец не бросился хеджировать 170-е путы, висящие на 150-м страйке. Возможно, у крупного игрока есть какие-то другие планы на экспорацию, нежели поход на 145 и ниже. Вообще не похоже на Армагеддон, так как по наблюдению сантиметра все к этому Армагеддону готовы. Ну, я периодически анализирую настроение на смарт-лабе, просто там открываешь все последние сообщения и... Складываешь. Да, и смотришь там, если там шорт на все, то, скорее всего, шорт на все не будет работать сегодня. Вот. И просто какая есть стратегия у продавца опционов? Если он там продал, к примеру, 150-й страйдл, ну, 150-й колл, 150-й пут, да. То у него есть несколько вариантов. Первый вариант – это если уходит ниже 150, он продает фьючерс. И таким образом доходность влево, ну, потенциальные потери снижает. Но у него в этот момент возникает риск, что если рынок вдруг поедет обратно... Да, резко поедет обратно, то ему придется вот этот фьючерс, который он, по сути, купил для того, чтобы закрыть свои риски, куда-то девать. Ну, это называется дельта-хеджирование, и ему нужно постоянно это делать, если... Перекладываться. Да, вот, кстати, для меня это было, в принципе, открытие в опционах. Я раньше не очень понимал, я думал, что для опционщика, для продавца страшно, когда резкое движение в какую-то сторону. На самом деле для него самое страшное – это когда резкое движение в разные стороны. То есть, когда идут, так называемые, расширяющиеся треугольники на рынке. То есть, если начинает колбасить... Да, дельные свечи становятся больше и больше. Да, 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 и при этом рынок как бы не направленно двигается, а вот на месте стоит. И, как бы, есть вариант захеджироваться. А есть вариант, к примеру, допродать еще там 155-х колов и, к примеру, увеличить еще продажи там 150-х. И вот в тот момент так получилось, что люди продали... Ну, открытый интерес очень сильно вырос на страйке 150. И при этом, когда рынок опускался на 149, почему-то никто... Не отреагировал. Да, если обычно начинается дельта-хедж, как там более опытные коллеги мне подсказывали, что обычно рынок уже не возвращается на те значения. Ну, потому что там, по идее, если бы пошел дельта-хедж, там влили бы там 1100 контрактов и выше. И, скорее всего, уже мы бы не увидели обратно 150. Вот. Ну и второй показатель, как я сказал, это показатель сантимента. То есть, когда... В общем, стране. Да, когда там все говорят, что все плохо. Ну, и есть еще один такой момент, так как я вот 6 лет проработал в Финаме, я знаю, что сейчас большие проблемы клиента заманить на акции. То есть, если раньше клиент мог принести деньги, купить акции, и через 3 года он с очень высокой вероятностью был в плюсе, то сейчас очень много людей, которые там в 2010 купили и до сих пор не в плюсе. То есть, вот эта идея купи и держи и получи там минимум процентов 20 в год, она на самом деле, да, да, очень-очень тяжело работает. И поэтому, ну, я просто знаю, что там в тех же самых регионах, к примеру, то есть, есть люди, у которых есть деньги, которые работают там на местных предприятиях, добывающих там и так далее, там, ну, серьезные деньги. Вот. Но они большей частью там спрашивают про зарубежные рынки, и наши акции не очень хотят инвестировать. И, как бы, когда продавать некому, то, ну, возможно, хвост вниз, возможно, там... Ну, пытаются собрать позицию за кого-то, за счет кого-то другого. Да, 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 там. Но какого-то вот именно серьезного тренда в формате 2008 или 2011, когда там очень много было затаренных с 2009-2010 года, ну, непонятно, откуда ему просто взяться. А тогда скажи, значит, что ты конкретно именно думаешь по рынку? По рынку, я думаю, что нужен какой-то очень сильный триггер. То есть, вот, недавно мне нравится трейдер Александр Горчаков. Он... Алго. Алго трейдер, да. Он просто написал... Огромный привет ему. Ну, простую вещь, что либо нужно, чтобы в Европе что-то, какой-то банк обанкротился, или там что-то накрылось сильно. Вот, тогда у нас, возможно, мы упадем еще. То есть, появится какой-то... Ну, мы уже, посмотри, мы уже перестали ходить за Америкой. Америка практически каждый день обновляет ХАИ, да, а мы потихонечку снижаемся. Мы просто не реагируем вообще никак. То есть, я не могу сказать, что даже, что мы там слабые или сильные. Просто, вот, ощущение, что микроструктура рынка, то есть, вот, те игроки, которые в нем участвуют, они очень сильно изменились. И просто, когда там рынок состоит, к примеру, из алго трейдеров, которые там... Между собой? Да, да, да. Вот друг друга копеечки отбирают. Они движения не создадут никакого. То есть, ну, будет вот так вот болтаться и... Ну, опять же, о твое мнение, я понимаю абсолютно, что ты вообще далек от каких-либо прогнозирований. Но если просто взять твое личное мнение? Ну, если мое личное мнение, я бы там, если у меня там был бы какой-то там долгосрочный портфель, я бы закупился акциями, которые там, к примеру, ведут себя лучше индексом МВБ. А, то есть, ты все равно смотришь рынок вверх? Да, что касается портфеля на долгосрочку, я считаю, что если плохой сценарий, то это война, и тогда деньги не понадобятся, в принципе. Ну, ты прям, ты знаешь, ты как бы как очень молодой парень думаешь, то есть, там вообще тебе все равно, что будет там через 10 лет. Ну, я просто когда приходил в Финам, меня принимал серьезный трейдер, вот, и он говорит, что в принципе вот в акциях играть от шарта стратегически это не очень выгодно. Вот, и в принципе есть же там простая стратегия, там, как обыграть индекс, то есть, если там индекс просаживается на 30%, просто там часть из банка достаешь денег, и идешь, вкладываешь в индекс. Если он просаживается там на 50%, оставшуюся часть вкладываешь. И периодически каждый месяц, когда индекс падает, докладываешь там часть, вот, если ты не имеешь никакого отношения к фондовому рынку, вот, именно в индекс. Ну, это стандартное усреднение. Да, 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 и как ни странно, вот именно на индексе акций оно нормально работает. Ну, оно работает нормально, если ты годами этим занимаешься. Да, да, да. У меня, я рассказывал эту историю, у нас парень, который работает у нас в команде, да, занимается как раз программированием, он как раз этим и занимается. То есть, каждый там месяц, ценное количество процентов от своей зарплаты, он как раз вкладывает ценные бумаги в одни и те же, в основном дивидендные. Это старая американская такая идейка, которая там через 10, через 12 лет дает 15-17% годовых, практически безрисково, потому что многие бумаги продолжают платить дивиденды, дивиденды, и у тебя, в принципе, середине очком ты всегда получаешься. 15-17% по-моему, замечательная цифра при вот таком пассивном управлении. К Мэдоу в свое время люди стояли в очереди, у него был доход из 14% годовых. Ну, конечно, да, тем более, что... Если взять сейчас, при том, что американские банки платят там полпроцента, а если ты берешь, например, на год, там 1,25, то даже 10% это феноменальная цифра. Есть еще одно такое заблуждение, которое я убрал у себя. Я в свое время думал, что там рубль рискованно, надо доллары там. И как бы на истории там сейчас вроде как рубль там 30 рублей к доллару. Вот. Кажется, что вроде, в принципе, он-то слегка упал. Вот. Но на самом деле, если сравнить ставки за 10 лет по депозитам, по долларовам... И по рублевым. То сразу понятно, кто обесценился, и что... Ну да, естественно, рублевая доходность дала в разы больше. Да, и там сразу понятно, что те, кто долгосрочно инвестировал в доллары, они довольно сильно оказались в минусе. Просто депозиты обычно никто не считает, то есть разница в ставках. А сразу разница в ставках очень большая. 4-5 процентов. Ну, собственно говоря, поэтому крупные игроки, зарубежные, мне кажется, они предпочитают сейчас... Ну, как вот у меня там некоторые знакомые в банках сказали, что они свою норму прибыли на облигациях уже сделали, и им, в принципе, больше ничего не надо. То есть облигации в этом году так хорошо подросли в моменте, что там все... Все у них хорошо. Да. А скажи мне, твои вот самые любимые стратегии? Я имею в виду опционы. То есть какие-то более сложные, синтетические или более простенькие, там, страду, прикрываться фьючерсами. Я просто не могу сказать, что я сейчас у меня там очень большой опыт торговли именно опционами. То есть я, по сути, пытаюсь перенести... Я почему, извините, что я перебиваю, я почему сделал такой вывод, потому что я, например, просто начал смотреть твои последние статьи, и получилось, что практически все было по опционам, поэтому я и такой вывод сделал. Да, это логично, просто дело в том, что когда мне хочется разобраться в каком-то предмете, сидеть дома одному, читать книжку, это очень скучно. Обсуждение. Да, обсуждение, оно, во-первых, заставляет структурировать и правильно излагать свои собственные мысли, и они в голове правильно излагаются. То есть, в принципе, свою первую алго-стратегию я придумал доходную, когда там год вел свой блог, и я там занимался простым экспериментом, я писал минимум и максимум на день. То есть по минимуму я там покупал, по максимуму продавал. Ну, периодически получалось очень красиво. Как бы многие считали, что это талант трейдера, но на самом деле это зачастую просто случайность. То есть люди очень часто связывают вещи, не связанные между собой. Что же это было? Ну, как бы просто определенное... Везение? Везение, да, я считаю. И сколько оно продлилось? Ну, в течение года я этим занимался, а потом я просто нашел опять же алго-стратегию, которая приносила значительно больше, чем то, что было тогда. И за там 2012 год она очень хорошо себя показала, просто вот на текущий момент она ее потихонечку распиливает. И, соответственно, появилась идея, что нужно диверсифицироваться, дальше искать какие-то новые инструменты. А когда ты сделаешь вывод, что она перестала работать? А вот это вот вообще один из самых интересных вопросов. Для всех? Да, да, да. Как определить там стратегия, перестала работать или нет? Ну, как бы один из вариантов, если... К примеру, я знаю, что там в мае она должна очень хорошо себя показать по истории. То есть, ну, и всегда хорошо показывала. Если и в мае она не покажет ничего, то ее... Ну, тут у тебя прямо, ты знаешь, такое ощущение, что кто-то, кто нас не понимает, подумает, что это какие-то стратегии, по лунному календарю, потому что в мае же может любой быть. Я согласен. Или она просто именно в мае? Может, в мае какое-то особое движение сил начинается? Просто май – это месяц после отсечек, когда люди начинают там, многие, скидывать акции, акция начинает падать, флотильность расти, и, соответственно, возникает движение, а на движении можно что-то заработать. Плюс еще весной есть такая штука, что приходят пенсионные деньги во всеуправляющие компании, которые... Ну, пенсионные деньги, они распределяются таким же интересным методом, как нерезиденты фонды. То есть, просто управляющему они пришли, он кнопку нажал, и все. То есть, он там особо на самом-то деле не задумывается, как бы... Ну да, пришли, надо покупать. Да, деньги должны работать. И по такой стратегии он покупает. То есть, я вообще думаю, что вполне может быть, что у кого-то есть стратегия, к примеру, там... Вот он знает, что эти деньги приходят, он там чуть раньше покупает, и потом просто создается избыточная ликвидность, которая позволяет этому крупному игроку выйти на этих деньгах. В Америке есть такая приблизительная тоже штучка, только с кабриолетами. Январь-февраль месяц скупают кабриолеты, там, у кого деньги есть, да, потому что, ну... В основном январь-февраль месяц, люди, которые продают кабриолеты, это тем, которым нужно продать. Ну, логично, да. Это не самое... Зимой никто не будет покупать, даже если это теплая зима. Ну, мы не берем, например, регион Флоридский, а берем просто, например, простые... То есть, люди, например, январь-февраль, это продают те, которым просто нужны деньги, которые хотят выйти из автомобиля. И потом обычно, когда наступает март-апрель, ну, это бывает цена в разнице в 10-15%. То есть, реально, за квартал, я знаю, у меня есть знакомая, которая имеет ангары, огромные ангары скупает, там, 50-70 автомобилей для того, чтобы там за квартал. Ну, вообще, интересно, что после того, как поработаешь на фондовом рынке, везде начинаешь видеть неэффективности, что вот здесь, там, арбитраж, там, и так далее. Вот, это, в принципе, все... Очень взаимосвязано. Да, просто рынок, это такая красивая модель, к чему это все должно прийти в итоге. Нет, ну, это мы, в принципе, нарисовали себе, эту красивую модель. Ну, само собой. Вот, то есть, было бы классно, если там недвижимость можно было в стакане продавать, покупать, к примеру, там. Ты думаешь, когда-то к этому придем, к такой ликвидности? Ну, если бы у меня была возможность, я бы сейчас купил опционный путь на московскую недвижимость. Соглашусь с тобой. Дорогие друзья, Роман Беседовский в гостях. Говорим о опционах и рынке в целом. Перерыв на новости. И в четвертый раз мы приветствуем вас, дорогие радиослушатели, нашего гостя, Романа Беседовского. Как раз обсуждение опционов, рынка, вообще жизни в целом и московской недвижимости. Ну, как я уже сказал, что опционный путь на московскую недвижимость, к сожалению, не продаются. Я думаю, это было бы очень интересное вложение. А почему ты прям с такой уверенностью прям говоришь, я бы купил путь и вообще не задумался? Ну, потому что это аналогия с рынкой, что когда ты на каждом шагу видишь объявление о том, что продается недвижимость, потом, как бы... Ну, в общем, когда в голове у людей, которые не связаны с рынком вообще никак, витает основная идея, как можно больше купить квартир потом, чтобы их сдавать и, соответственно, на эти деньги жить. Ну, сдача, я тебе скажу честно, не сильно много кого привлекает, потому что я вот сейчас недавно проводил аналогию. Люди, которые более-менее разбираются, это вообще смешно, там получается 6-7% годовых меньше, чем в банке. Да, вот дело в том, что это люди, которые разбираются, а люди, которые вот подальше... А думали КНО, понимаешь, когда воспитывали родители, вот я даже помню по себе, в первую очередь тебя воспитывали так, что у тебя должна быть своя квартира. Ну, дело в том, что люди на своей не останавливаются. Хорошо, у тебя есть своя квартира? Да. Твоя твоя или родители оставили? Нет, не моя. Родители оставили. Ну, ты не виноват в этом. Это абсолютно нормальное явление. На самом деле искренне благодарен, потому что я считаю, что как бы... Когда приходишь домой, не надо платить за жилье и... Ну, я просто вижу людей, которые там... Я часто замечаю, что люди в провинции говорят о том, что вот, там в Москве зарплаты большие, там и так далее. Ну да, ползарплаты ходят. Ну, они еще не учитывают, что они там до работы у себя в провинции ходят там 5-10 минут, потом домой пришел, у тебя весь день свободен, в принципе, хорошая, вкусная еда, качественная, вот. И ты не платишь еще ползарплаты, да, за съем квартиры. Да. А тебе... Ты себя видишь в провинции через какое-то время? Ну, на самом деле я бы хотел, да, переместиться от Москвы куда-нибудь подальше. Например? Ну, как бы есть несколько вариантов. Можешь рассказать. Тут зависит от успехов на торговом поприще. То есть в худшем варианте это Таиланд. Ну... Ты не сможешь там жить? Тебе кажется? Вот. Ты не сможешь там жить, ты ровно на пятый день, когда тайцы тебе уже будут там пятки массажировать, я думаю, что ты ровно на пятый... Ну, это... Как бы, если бы ты мне назвал там Испанию, просто хороший климат и все остальное, ну, я не думаю, что в Таиланде... Ну, я к тому, что просто европейцы, они к нам поближе по менталитету, и, в принципе... Тайцы и... Да европейцы... Тайцы и европейцы... Как нам приблизительно до луны. Мы обсуждаем, как бы, оптимистичный и пессимистичный вариант. А Тай это пессимистичный? Да, Тай это пессимистичный. То есть, это совсем плохо, 500 долларов в месяц, да? Ну, там, в принципе, такие, как бы, демократичные расценки, поэтому... А оптимистичные тогда? Ну, оптимистичные, это вот как раз Испания, то есть, мне нравится страна, я сейчас изучаю язык. Мне очень нравится. Вот. Поэтому я с удовольствием бы там обосновался, если все будет хорошо. Да, ну, Испания, ты знаешь, самое интересное, я недавно смотрел, как раз тоже квартирку, думал, или там домик купить, там совсем не подарочные цены, как многие об этом говорят. Ну, да. Если ты выбираешь хороший город, где-то, я понимаю, как, дорогие друзья, у нас не передача о трейдинге, но на самом деле это очень интересная идея, рано или поздно, когда вы торгуете и хорошо зарабатываете деньги. У меня есть несколько студентов, кто действительно живет там, там работают, именно просто торгуют свое удовольствие, живут, знаешь, средняя температура очень хорошая, годовая море и все остальное, сейчас уже тепло, тепло начинается потихонечку, то есть это южная, ближе туда к Франции, великолепно. Ты уже начал присматриваться, в общем. Ну, вообще говоря, я не очень сильно сам завишу каких-то там конкретных вещей, но там окружение там и так далее, то есть на самом деле я думаю, что вполне смог бы жить и в Таиланде, но как бы так как я не один, вот, то, соответственно, не придется советоваться. Придется, да, советоваться. Скажи мне, ты вот помимо трейдинга еще чем-то занимаешься? Если не хочешь говорить, можешь не говорить. Ну, просто я считаю, что в трейдинге очень важно быть очень гибким. Я почему задал этот вопрос? Живешь ты с трейдинга или не живешь? Да. Живешь с трейдинга? Да, живут с трейдинга. То есть трейдинг это образно, основной. Да. Все вот это я хотел узнать. Вот, дорогие друзья, видите, мы видим перед своим молодым человеком 26 лет. Я просто думал, что может хобби какие-то или что-то. Не-не-не, я имел в виду, потому что очень часто как раз возникает вопрос, когда приходят гости. Ну, практически все гости у нас более-менее профессионалы, то есть именно живут с трейдингом. Поэтому я и задал тебе этот вопрос, чтобы люди видели, что этот человек как бы реально не имеет значения. Мы не будем там задавать вопрос, сколько зарабатываешь. Не наше дело абсолютно. Ну, вот ты живешь с трейдинга. Это единственный вопрос, который у меня был. Сейчас, когда ты торгуешь, какую часть твоего заработка составляет опционные стратегии и какую алгоритмически? Сейчас опционные стратегии составляют меньше 10%. То есть то, что я сейчас публикую, это ну, я считаю, что надо набить руку, прежде чем стратегию запускать по-серьезному. Да, потому что ну, как бы многим людям скучно торговать, конечно, на демо-счете и так далее. Вот. Но сразу как бы я знаю людей, которые сразу кладут серьезную сумму и вперед поехали. Ну, мне довольно тяжело так делать. А как вот тебе нравится, нравится ли тебе твой прогресс в опционах? Ну, скажем так, сейчас у меня просто много интересных мыслей появилось о том, как вещи, которые я понял в опционах, можно применить во фьючерсах. То есть опционы добавили тебе лучшее понимание в виде не рынка? Ну да, к примеру, я раньше там... Крытый интерес, put-to-color. Я просто смотрю, ты все время используешь эти фразы put-to-call ratio. Ну, к сожалению, у нас ликвидность сильно хромает, чтобы вот put-to-call ratio, оно как бы... Я просто анализировал на длинном промежутке, там есть некоторые зависимости, но процент не такой большой, чтобы... Ну, нельзя было их списать в случайные жилища. То есть по открытому интересу я просто почему его смотрю, потому что я на фьючерсе в свое время замечал, что на падающем открытом интересе движения не бывает. То есть открытый интерес это как ставка на покерном столе. Если денег на столе не лежит, то люди просто не будут бороться за там... Ну, блефовать, обманывать друг друга и так далее. Нет смысла? Да, конечно. Если нет денег... То есть игра должна стоить свеч? Конечно. То есть если накануне ничего не лежит, то почему кто будет это все потом оплачивать? Ну, давай представим себе сегодняшнюю нашу передачу. Знаешь, ее многие послушают, многие увидят, у нас камера стоит и человек делает вывод, мне, например, нравится Рома Беседовский, вот я хотел бы тоже увлекаться опционами, заниматься. Насколько сильно ты думаешь твое математическое образование? Я, в принципе, приблизительно знаю ответ. Насколько сильно ты думаешь, оно помогает тебе? А вот вообще совет там любому человеку, который приходит на рынок. Раньше я мог бы сказать, вот там лет 10 назад, там 20 назад, вот если магов рынка там особенно почитать, можно было прийти на рынок, ставить стопы, давать прибыль, течь, ну вот какие-то такие простые правила соблюдать и при этом зарабатывать. сейчас, к сожалению, рынок становится более конкурентным, то есть появляются люди, у которых уже такая проблема, как ставить стопы психологически, у них нет таких проблем. И приходится как бы, ну по сути, каждый человек он сражается на своем поле. То есть мы не сражаемся с фондами, у них мы там пытаемся что-то откусить, но фонды к нам они никакого отношения не имеют. и соответственно, если у человека есть навыки программирования, если он понимает там теорию вероятности, мат-статистику, но опять же не на уровне там доктора, наук или профессора, но минимальное представление я считаю, что на текущий момент необходимо. Просто есть люди, которые, к примеру, там уже 20 лет на рынке торгуют, у них это представление оно на интуитивном уровне, то есть они там, если 20 лет человек продержался... Профессионализм это и есть интуиция, когда ты, например, доктор, и ты там режешь 50 аппендицитов, там ты работаешь или в травмпункте, и ты режешь 50 аппендицитов в месяц, у тебя это все на уровне уже просто автоматизма. Ну, я просто вот почему поговорю про программирование математикой, что вот я там год торговал интуитивно, ну, в принципе, получалось неплохо. Интуитивно это что значит? Интуитивно, ну, вот когда я там на блоге писал свои сделки, стратегия была очень простая, я говорил там минимум, максимум и направление, то есть, если я говорю минимум, максимум, лонг, это говорю, что вот я по минимуму поставлю заявку на покупку, по максимуму я попробую. Это каналы, уровни. Я просто смотрел среднедневную волатильность и прикидывал, что там, если в средний рынок ходит там 3-4 тысячи, ну, да, и пытался вот эти там. Брал цену открытия. Да, да, накидывал, и в принципе, ну, получилось нормально, там что-то в районе 30-40 годовых я заработал при риске 1% на сделку. Ну, то есть, как бы, очень консервативно. Вот. А потом, ну, мне просто всегда, на самом деле, я в трейдинг пошел, мне не хотелось программировать после института. И потом я все-таки решил достать в Велфлаб, там попробовать прогнать какие-то простые вещи, которые пришли вот за год, пока я там вот этой торговлей занимался. И, как бы, я был сильно удивлен, когда увидел результаты, которые превысили, так скажем. Твои ожидания. Да. Но вообще, вот что касается торговли, там, человеку, который только пришел на рынок, я могу посоветовать взять какую-то одну стратегию, там, неважно, опционы, там, фьючерсы. То есть, к примеру, там, покупка стрелла, лучше начинать с покупок. Вот. На небольшой кусочек депозита или там на какой-то небольшой депозит. И в течение года только по этой стратегии торговать. Ты думаешь, что люди смогут выдержать? Вот это вторая проблема. То есть, у меня просто есть человек знакомый, который, там, попросил, там, обучить торговать. Я ему сказал, вот, есть стратегия, черепаховый суп. Да, да. Линда Рашки, когда, там, прокалывают минимум и закрываются выше. Я говорю, вот, открываешь, там, 15 минут, часовой график, там, 4 фьючерса и, вот, 3 месяца поторгуешь только по ней, потом мне вот сбросишь таблицу сделок, я тебе скажу, как у тебя там получается или не получается. Ну, как бы, пока мышки колются, но кушают кактус. Вот. первое впечатление было, как, и что, вот, вот на этом Тетрисе можно деньги зарабатывать, как бы, я-то вроде думал, что рынок, он совсем другой, он интересный, вот. И на рынке постоянно возникает желание что-то попробовать новое, там. Ну, да, нам недостаточно того, что у нас есть. Да, 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 и люди, вместо того, чтобы сконцентрироваться на чем-то одном, пусть даже это жутко скучно, они в итоге ничего конкретного не делают. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был очень интересный гость. Роман, Рома, тебе огромное спасибо, успехов тебе и всем удачи.